Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дому. И сегодня у меня в руках легендарное издание Пушкинского дома. Потому что это, конечно, не случайное сочетание слов для любого человека, который знаком с русскоязычной книжностью, который изучал когда-нибудь филологию. Вот то самое издательство Пушкинского дома. И эта книга, сказки, легенды, былички, детский фольклор, неизданные материалы экспедиции на русский север в 1926-1928 годах эти экспедиции состоялись. Это абсолютно не детское чтение. Я всегда предупреждаю, когда книги, о которых я говорю, вообще не годятся для детей. Эта книга не годится. Не потому, что там есть ухальные вещи. Кто не знаком с этим словом, милости прошу в словарь, пожалуйста, посмотрите. Для этого есть сборник заветных русских сказок. Кто не понимает, при чем здесь завет, тоже, пожалуйста, в словарь. Это старинное значение слова, в смысле тайные, заветные, в смысле тайные, сокровенные. Потому что они не предназначены для, это так называемый взрослый юмор, если говорить бенеком. Здесь как раз этого нету ничего. Но просто фольклор в необработанном виде является абсолютно не детским чтением. Все те самые сказки, блин, легенды, они когда-то рассказывались взрослыми, прежде всего для взрослых. Это было мифопоэтическое познание мира, окружающей природы. И вот исследователи, которые все это собирали бережно, вплоть до середины 20 века, потому что письменная культура, городская культура, письменная литература и средства связи, они сводят на нет устный народный фольклор очень быстро. И ему на смену приходят другие формы фольклора. Например, городской фольклор, о котором серьезно говорят исследователи 20 и 21 веков. Но вот до середины 20 века активно собирались. Как раз 30-е годы, ну 26-е, 28-е, 20-е, 30-е годы, это годы очень благодатного сбора материалов. Когда-то я читал на первом курсе, даже делал доклад по огромной книге, называется «Русская свадьба». Гигантские томги, собраны все фольклорные, обрядовые и традиционные формы, которые принимала культура, народная культура, связанная с русской свадьбой. Это невероятно, это целая вселенная, короче говоря. Это только одна свадьба. Одно из очень значимых, конечно, событий в жизни человека, но далеко не единственное. И вот Афанасий Исаакович Никифоров, один из главных фигурантов этой книги, да, и ряд других исследователей, обо всех о них вы можете узнать из прекрасного предисловия, где сказано как раз, кто эти люди, какую роль они сыграли в русской фольклористике, почему не все данные материалы были собраны. Есть разный подход к изданию этих материалов. Вот сейчас будет минутка скучная, потерпите, пожалуйста, в конце будет весело. Значит, есть разный подход, текстологический подход и подход с точки зрения сбора фольклорных коллекций. Во-первых, хочется отбирать тексты, потому что часть из них фрагментарны, неизбежны, часть из них не обработаны и самим рассказчиком, да, и он спотыкается, он путается. Это все фиксируется бережно ученым, исследователям, потому что это не братья Гримм, которые литературно обрабатывали свои сказки, да. Уже тогда люди начинали понимать, что ценность материала в его первозданности, да, нельзя ничего подправлять, нельзя ничего дописывать, додумывать за сказители, да. А здесь в качестве информантов это дети, которые вообще говорят на особом детском языке, и от них можно услышать то, что ты не услышишь от взрослого сказочника, от старика, который тебе пересказывает какое-то предание или какую-то былину напевает. Вот, это совершенно отдельная история. И вот есть подход избирательный, когда сборники, значит, есть подход, когда полную коллекцию полностью, значит, публикуют, да, доводят до специалистов и массового читателя. Перед нами научные издания, поэтому вы увидите огромный справочный аппарат, во-первых, указатель сюжетов. Если кто никогда не был знаком вообще с этим вопросом, то все вольклорные сюжеты, они кодифицированы, все эти сказки учтены, и все вот эти вот типологические виды сюжетов, они все, есть указатели сюжетов, вот они и сопровождают. Во-вторых, это огромное количество комментариев. В-третьих, сам текст вас поразит. Потому что это текст, значит, который надиктован фольклористу-исследователю безграмотным крестьянином. Здесь есть огромное количество диалектных особенностей фонетики, которая зафиксирована там в конце предисловия, как раз принципы фиксации. Вот что-то приведено к нормам русского литературного языка, что-то приведено к нормам современной орфографии и орфоэпии, и отдельно оговаривается по пунктам то, что сохранено, да, значит, это немножко не так звучит, как в русской литературе и в русской литературной сказке. Во-вторых, там очень много словечек редких, тут есть целый словарик в конце. Вы знаете, когда я взялся дочке читать сказы Бажова, я закрыл книжку на первой странице. Мне пришлось, там надо постоянно лезть в словарь. Да что там дочка? Я не понимаю того, о чем там говорится. То есть я, конечно, интуитивный сюжет улавливаю, да, по контексту, что называется. Но конкретно что значит это второе, пятое, десятое слово, я уже совершенно, потому что уральские сказы Бажова, это сказы, записанные с невероятным количеством местной лексики и диалектизмов каких-то. И вот здесь вот как раз тот самый случай, когда это читать очень интересно и местами очень сложно. А самое главное, это совершенно неповторимая картина мира, которая очень сильно отличается от, значит, той картины мира, которую мы видим в традиционной сказке. Но я не буду перечислять всех отличий, особенностей, вот я говорю, в конце будет весело, традиционной сказки. Я только скажу, что вот та самая, значит, раскрепощенность, она здесь на 35-м месте. Это не заветные сказки, это просто сказки, в которых рассказчик может легко и матюгнуться, может легко и, значит, обложить, как барина, так и советскую власть, что называется, да, ловко вплести это в общее повествование. Вот. Это сказки, в которых то кожу заживо сдерут, да, то упокойник загрызет так, что перегрызет всего насквозь, значит, напополам, то еще что-то происходит. Ну, такие милые, такие прекрасные вещи, да. Вот. Стивену бы понравились. Вот, в смысле, Стивену Кингу. Это сказки, в которых видна картина мира. Особенно трогательные детские рассказы и пересказы, они, может быть, не занимают центральное место вот в этой коллекции фольклорной, но мне было страшно интересно в них заглянуть. Во-первых, есть куча загадок, на которых я не знаю отгадок. И вы тоже не знаете. Потому что если вы откроете соответствующее место в книге, то вы удивитесь, насколько это более богатая вещь, чем сохранило наше с вами сознание, воображение. Мы все абсолютно знакомы, значит, с этими считалками, дразнилками, загадками и так далее в детстве. Но это наше знакомство заканчивается обычно детским садом начальной школы. А если потом, то получается, что отдельные вещи мы можем угадать. Ходит весь век, а не человек. Ну, это часы, конечно, да? А вот, например, что к стене не привалить? А? Что не привалить к стене? Дорога! Мягко говоря, не банальный ответ. Вот, да? Что на сарай не закинуть? Перо и так далее. Это реальные загадки. Еду-еду, следу нету, режу-режу, крови нет. Лодка по реке плывет. Тут уже как-то можно догадаться хотя бы по образу создаваемому. За стеной, за стеной, каравашек костяной. Ребенок в утробе матери. Это просто в голове не укладывается. Каравашек, ну, в смысле, каравай, костяной, за стеной. Ребенок в утробе матери. Просто так по-деревенски, да? Я говорю, вот здесь уже Стивен, по-моему, даже нервно закурил, что называется. Утка в море, хвост на угоре. Это ковш. Ну, это понятно. Это хоть можно ковш в виде утки такая, или братья на виде утки. Это знакомая вообще вещь. Кто над нами вверх ногами? А? Вот, друзья мои. Плохо знаете деревенский быт. Ответ – тараканы. Кто над нами вверх ногами? Значит, вышел дед 70 лет, вывел внука себя старее. Ответ вообще просто потрясающий. Я говорю, это сокровочница, конечно, в определенном смысле слова, для тех, кто понимает. Значит, еще раз. Вышел дед 70 лет, вывел внука себя старее. Ответ – прежние книги. Кто мог подумать, да? Вот. Ну и так далее. Это много могу цитировать. Вообще, на самом деле, читать вот этот детский фольклор было наиболее интересно, потому что картина мира очень интересна. Например, детские сказки часто кончаются вовсе не традиционной сказочной свадьбой. Вознаграждение героя, вы помните. Тут все строго по пропу. Это альфа и омега любого фольклориста и любого изучающего волшебную сказку уже в наши дни. По-моему, никто даже уже не осваивая его книги. Прежде всего, конечно, это морфология волшебной сказки и исторические корни волшебной сказки. Он также работал над большой книгой о русских блинах. Вот эти вот его работы я не читал, к сожалению. Надо будет прочесть. Я далеко не все читал из того, что обязан прочесть культурный человек, если он занимается филологией. Так вот, детский фольклор интересен картиной мира. Дети часто заканчивают сказку, например, и жили они гораздо богаче прежнего. И вот это вот «богаче прежнего» – это, видимо, предел мечтания ребенка, потому что рассказано об этом и в очерках. Очерки составляют часть приложений. Приложений много, они разнообразны. Это огромный исправочный научный аппарат. Это словарь. Это толкование, значит, особенностей собранной коллекции, да, с точки зрения фольклористики, да. Это примечание, конечно, потрясающее. Но вот очерки Никифорова просто о севере называются они, просто о севере. Отрывки из сборника очерков – это совершенно потрясающее чтение. Потому что ведь фольклорист, он не только машинка по записыванию сюжетов и, значит, речи информанта, да. Он совершенно потрясающе интерпретирует все это внутри себя. Если он оставляет какие-то записки об экспедиции, то это особенно интересно. Я помню, я ездил в одну из фольклорных экспедиций. Мы эти карточки заполняли, казалось, такой скукой. Но сама экспедиция была очень веселая. Например, мне сказали, что я буду спать на лестнице. Вот. Помните, как выглядит спина крокодила Гена, да? Я как себе представил себе вот такую спину, что я буду спать на лестнице, вот. Оказалось, ничего страшного. Я просто на мосту спал. Ага, все вздрогнули, да? Что это я делал на мосту? Нет, друзья мои, мост – это не то, что через речку. Мост – это такой вид сеней, сени в деревенском доме, да? Это многозначное диалектное слово в Вологодской области, да? И вот, значит, на мосту как раз я и спал на летней половине дома. Значит, вот здесь потрясающие вот эти вот рассказики, очерки. Я их вам советую, они едва ли не более интересны для читателя, не специалиста, чем, собственно, фольклор. А потому что что такое яблоко, суп без ложки, например, потрясающе совершенно. Фольклористы, 28-й, напоминаю, год, столкнулись с тем, что многие крестьяне не знали столового прибора вообще в принципе. Вообще. То есть просто макали хлеб в суп и таким образом ели. Ложка доставалась как большое сокровище, да, расписанное, покрытое лаком, для того, чтобы каши поесть. А суп ели, макая в него хлеб. Вот так вот он впитывал, соответственно, жижу. Во-первых, это говорит о качестве супа, насколько он густой, в кавычках, да? А во-вторых, это говорит о бедности, скудости, конечно, крестьянского быта и так далее. Вот. Прекрасная совершенно главка тени минувшего, очень вам советую его. Или записная книжка крестьянина. Это тоже очень... Сразу понимаешь, насколько далеко, бесконечно далеко мы ушли от того, как жили люди еще сто лет назад. Это была невероятная бедность, это была страшная, совершенно беспросветная дремучесть. Вот. И это было совершенно другое бытие, которого мы просто сейчас вот не осознаем. И вот фольклор нам дает возможность погрузиться. В сказках очень много бытовых подробностей. Вы там встретите и самовары, и чемоданы, и что только не встретите. Это, еще раз повторюсь, необработанный фольклор. Вы встретите нелогичное поведение волшебных персонажей. Вы встретите совершенно потрясающую удачу и такую же на ровном месте неудачливость героев, да? Совершенно не характерную. Потому что схема, вот та самая пропорская схема волшебной сказки, она совершенно не всегда повторяется. Ну и кроме того, вы узнаете огромное количество не относящихся к сказке вещей, таких как именно поэтические, так скажем, народные стихи, да? Вот эти вот дразнилки, считалки, загадки, поговорки, да? Их очень много. И они очень сильно далеки от того, что у нас хранится в голове. Потому что работа «Ни волк в лес не убежит» раз, да? Помните, да? В операции перечисляют у нас. Это очень просто. Это все есть у всех, да? В голове. А есть вот это вот на периферии необъятное море еще неузнанного нами, да? И фольклор, конечно, бесценная сокровищница для любого творческого человека. Он и рассмешит, и заставит задуматься, и взгрустнуть. Еще раз повторюсь, детский фольклор здесь совсем не всегда веселый. А во-вторых, и в последних, наверное, заставит еще раз понять, каков труд филолога. Вот именно в поле, что называется, да? В работе с языком и со словом. Как это далеко, бесконечно далеко от уютной, грамотной, академической, значит, академичной такой составляющей, да? Которая есть в любой хорошей филологии. Вот ты читаешь, там все понятно, все просто. Отведайте-ка вот этой дичи, да? Вот этого необработанного материала, такого лохматого, такого. Значит, да, и казалось бы, мы уж точно знаем, из какого сора, не ведая стыда, все растет. Однако растут и из этого. И это, по-моему, совершенно замечательно. Вот такое издание. Спасибо за внимание.